Как это вообще работает? Ну вот, есть у нас эксперт-криминалист, ему приносят устройства для анализа. Первое, что нужно сделать, это каким-то образом извлечь данные. Окей, здесь очень много разных всяких подходов, там чуть ли не под каждое устройство. Хорошо, допустим, данные извлекли, потом нам нужно выбрать какие-то существенные данные, да, отделить их несущественных, в существенные могут зайти там фото, видео, данные приложений, например, какие-нибудь системные логи, метод данной файловой системы, ну и так далее. Все зависит от того, какие вопросы перед криминалистом стоят. Хорошо, самое интересное, скорее всего, это данные приложений. Но здесь у всех нормальных приложений, скорее всего, будет какой-нибудь свой формат, да еще там все пошифровано будет, нужно расшифровать, распарсить и представить в виде удобном для анализа. Ну и современные приложения, это, конечно же, там не вещи в себе, они как-то общаются с какими-то удаленными ресурсами, наверняка в данных приложениях будут какие-нибудь токены, мы их извлекаем и там по специальному протоколу забираем данные с каких-то удаленных ресурсов. Это все очень хорошо, но без первого этапа все последующие шаги, конечно же, большого смысла не имеют. И как раз первому этапу и посвящен доклад. То есть мы будем пытаться поломать телефон плохого парня. Что там, собственно, вообще ломать? Хорошо, вот нам приехала железка, да. Первое, что хочется сделать, это просто там добраться до материнской платы, выпоить флешку и там почитать, засунуть в программатор, все достать. Ну, с этой задачей, в принципе, вендоры уже давным-давно научились справляться. Да, это просто, надо все просто пошифровать. Как это работает? Ну да, он еще даже в суперстарой версии андроида. Как это работает? У нас есть пароль, соль, да, некоторые данные для вычисления ключа. Мы их все подаем на вход функции вычисления ключа по паролю. В андроиде это и скрипт. Функция хорошая, ну, для защищающейся стороны, потому что она плохо параллелится на всякие SAMD архитектуры. Получили промежуточный ключ, на нем расшифровали FDE-ки, то есть ключ, которым, собственно, зашифрованы пользовательские данные. И уже с помощью FDE-ки расшифровали защищенные пользовательские данные. Они лежат в разделе юзер-дета на андроидах. Защищает ли это от той атаки, которую там только что рассмотрели? Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, пользователи-то в большинстве не используют сложные пароли, особенно на мобильных устройствах, потому что им все-таки как-то пользоваться надо. Поэтому атака приобретает вид, что мы точно так же дампим флешку, достаем данные нужного для перебора пароля, отправляем все это на какой-нибудь высокопроизводительный кластер, там перебираем пароль и расшифровываем данные. Ну, если найдем пароль, конечно. То есть здесь фактически защита-то не очень работает. Но с пятого андроида появилось принципиальное улучшение схемы защиты. У нас здесь показано как дополнительный контур Keymaster. Это реализовано с помощью технологии Arm Truss Zone. Keymaster — это трасслед. И в чем основной смысл? В том, что появился контур, который изолирован. С одной стороны, линуксовое ядро не может читать память внутри этого контура, внутри трасслета. С другой стороны, у трасслета, ну и там ядра, которая в трасслоне крутится, есть доступ к каким-то уникальным ресурсам, которые этому линуксовому ядру недоступны. Обычно это какие-нибудь там участки физической памяти. Это может быть просто какая-то физическая память, а может быть, например, смапленный аппаратный шифратор, который, соответственно, линуксовому ядру недоступен. Окей. Хорошо. У нас, допустим, появился изолированный контур. Что можно сделать для того, чтобы принципиально улучшить схему защиты пользовательских данных? В начале работы генерируется RSA-шный ключ. Точнее как, линукс ходит в Keymaster, говорит, сгенерируй мне, пожалуйста, RSA-шный ключ. Keymaster эту задачу выполняет, но отдает его не в явном виде, а в шифрованном. Таким образом, с одной стороны, линуксовое ядро может этот RSA-шный ключ, зашифрованный, обратно отдать Keymaster вместе с данными и попросить, подпиши мне вот это, пожалуйста. Но при этом сам ключ в явном виде линуксовому ядру недоступен. Это с одной стороны. С другой стороны, схема защиты меняется не очень сильно. То есть мы точно так же берем пароль sol, из них формируем промежуточный ключ с помощью скрипта. Теперь отправляем в наш изолированный контур, где к этому ключу подмешивается зашифрованный RSA-шный ключ. Ну, например, выполняя операцию RSA-сайн, возвращается обратно в линуксовое ядро. Еще раз прогоняем через KDF и дальше все то же самое. Расшифровываем FDE-ключ и на FDE-ключе расшифровываем пользовательские данные. Итого, получилось то, что в хорошей схеме у нас пользовательские данные защищены и паролем, и RSA-шным ключом, к которому у линуксового ядра доступа нет. Отсюда есть два важных свойства. Проще всего это сформулировать так, что предположим, что мы точно так же сдампили флешку, там все пошифровано, и даже если нам известен корректный пароль, то данные мы не расшифруем, потому что нам недоступен RSA-шный ключ. И этим пользуются вендоры, то, что делают на самом деле упрощенную версию защиты, когда в качестве пароля используется константа. И, соответственно, безопасность держится только на том, что у атакующего нет RSA-шного ключа в открытом виде. И есть второй вариант. Это когда уже все по-взрослому, то есть действительно безопасность держится и на пароле, и на RSA-шном ключе. Такой режим в андроидах называется Secure Startup. То есть еще раз, режим по умолчанию большинства вендоров, когда в качестве пароля используется константа, и вот на полученном ключе уже мы зашифровываем юзер дейта. А Secure Startup, когда участвует в формировании ключа и пароль, и RSA-шный ключ. Здесь что еще надо сказать? То, что еще хорошим свойством этой схемы является, что если, например, мы скомпрометировали линуксовое ядро и можем, ну, условно, пытаться подбирать пароль, то есть тыкая постоянно кемастер, то внутри кемастера, так как он выполняется в более привилегированном режиме, чем по отношению к линуксовому ядру, можно вставить всякие… Ну, самое простое – это вставить, например, троттлинг, то есть замедлить скорость перебора, то есть не давать, например, подписывать чаще, чем раз в секунду. Или вставить какие-нибудь более сложные проверки, например, отслеживать состояние… Ну, самое простое – отслеживать состояние устройства. Что, например, если устройство заблокирован, загрузчик, то там ключ шифрования RSA один, а если разблокирован, то ключ шифрования RSA другой. И таким образом, если мы сделали дамп с нормального стокового состояния устройства, потом разблокировали загрузчик и хотим поперебирать, то RSA-шный ключ мы… доступ к нему получить не сможем. Кеймастер просто его отбросит. Итого получается, что схема, в общем-то, выглядит хорошей, свои задачи решает. Принципиальное улучшение системы защиты действительно произошло. Но, тем не менее, у вендоров иногда встречаются слабости, ошибки, которые нам помогают, тем не менее, обойти эту схему и получить, собственно, доступ к пользовательским данным. Первый пример. Давайте рассмотрим. Сегодня рассмотрим два примера. Первый пример – это Huawei P9 на процессоре Kirin с седьмым андроидом. Вот нам его принесли, он залоченный, пароль мы не знаем. Что делать? Ну, первое, что стоит сделать, это понять, как устроена схема защиты. Допустим, мы пореверсили, поняли то, что схема, в принципе, схожа с тем, о чем мы говорили до этого. Единственные особенности, что вместо константы используется идентификатор EMMC. Влияет ли это на криптостойкость? Нет, не влияет. Просто особенность. И более интересная вещь – это то, как устроено именно шифрование RSH-ного ключа внутри кемастера. Внутри кемастера формируется константа. И с этой константы кемастер ходит, будем считать, в трозоновское ядро, где выполняется вызов CMAC-дерайвки. Он завязан уже на аппаратный шифратор. Предполагаем, что ключ из этого аппаратного шифратора является неизвлекаемым. То есть единственное, что может код сделать, это попросить его что-то там зашифровать или расшифровать. Но при этом ключа в явном виде нет. Ну, нету доступа к ключу в явном виде. И этот примитив используется в, соответственно, CMAC для того, чтобы дерайвить ключи. Значит, отдали константу, ключ задерайвился, получили в ответ ключ. И вот этим ключом уже зашифровываем или расшифровываем RSH-ный ключ. Здесь еще надо сказать то, что автору не удалось включить режим Secure Startup на этом телефоне. Поэтому, наверное, будем считать, что его здесь нет. Хорошо. Итого получается, что безопасность схемы держится на чем? На идентификатор EMMC. Нам нужны сами зашифрованные данные. Нам нужен RSH-ный ключ. И нам нужен ключ, которым пользуется кемастер. Нам надо или как-то его перехватить на треке мастера, или самим как-то задерайвить. Звучит как план. Насчет первой части, насчет извлечения зашифрованных данных, здесь надо сказать, что надо быть все-таки аккуратным. То есть выпаивать, конечно, классно, но всякие аппаратные методы доступа, они не являются гарантированными. И тут что-то может пойти не по плану, и все данные мы можем потерять. Поэтому, конечно, если есть возможность как-то программно получить доступ к зашифрованному дампу, то лучше программно. Хорошо. Получаем шифр-текст, получаем идентификатор EMMC, каким-то образом деривим ключ, которым пользуется кемастер, и расшифровываем данные. Выглядит все просто. За исключением того, что сейчас у нас нет ничего. У нас есть только золоченный телефон, и что с ним делать, не очень понятно. Давайте посмотрим немножко вокруг, как внутреннего устроенная жизнь. Например, можно посмотреть на процесс загрузки. Он, в принципе, довольно стандартный для мобильных устройств. Выполнение начинается в Bootrom. Bootrom – это, предположительно, неизменяемая часть кода, которая прошита в процессор. Основная его задача – это подготовить ресурсы, прочитать следующий загрузчик, проверить на нем подпись, передать управление. Это маленький загрузчик Xloader. Xloader на самом деле делает то же самое. Подготавливает некоторые ресурсы, загружает следующий загрузчик Fastboot, проверяет на нем подпись, передает ему управление. Fastboot уже делает там довольно много. Он, например, загружает TrustFirmware. Это очень привилегированный код, который работает в Exception Level 3 в режиме монитора. Ну, в принципе, наверное, самый привилегированный код, который выполняется на устройстве. Он загружает TIE, это ядро TrussZone и трасслеты. Еще ряд бинарей. В том числе он загружает и линуксовое ядро. И там тоже проверяет подпись, загружает линуксовое ядро. То есть на самом деле Fastboot – это центральный механизм, ну, наверное, можно сказать так, центральный механизм во всем механизме Secure Boot. Но здесь надо сказать то, что помимо этого внутри Fastboot реализован еще и одноименный инженерный режим, который тоже называется Fastboot. Он обычно используется для прошивки устройств. Ну, и сбора каких-то диагностической информации. Ну, и сейчас вот внимательно. Получается, что у нас есть некоторая центральная точка всего механизма безопасной загрузки, и мы туда вставляем обработчик пользовательских команд. Много разных. Казалось бы, что может быть пойти не так. По реверсиям Fastboot понимаем, что там действительно есть команды для обработки, значит, команд для прошивки устройства, получения там версии билда, каких-то еще информации, и несколько команд, которые привлекают наше внимание. Их, наверное, можно назвать Unlock. Причем здесь надо сказать то, что это не Unlock Bootloader, который там хорошо знаком всем, кто занимается андроидами, которые позволяют выполнять на устройстве неподписанные линуксовые ядра. Это именно Unlock, который позволяет расширить набор команд, которые выполняются внутри Fastboot. Давайте посмотрим, что это за команды. О, тут все очень интересно. Значит, можем дампить EMMC. Отлично. Можем прочитать идентификатор EMMC. Ну и на сладкое там есть арбитр memory read write. И так как этот механизм центральный в Secure Boot, и он загружает и TrustFirmware, и ядро, и транслет ТРАЗона, то мы можем загрузить патчные TEE. Так, ну, кажется, уже вообще все понятно. Если мы сможем разлочить, то все, будем считать, что задача решенная. Как разлочить? Погуглили немножко всякие интересные строки, которые относятся к этому режиму, и поняли то, что в интернете есть неофициальный сервис разблокировки для устройств на Huawei. Как он устроен? Мы просим на телефоне сгенерировать челлендж. Это некая строка, на самом деле это 64-битное число. Телефон его генерирует. Мы его забираем, отдаем на сервер. Сервер подписывает его RSH-ным ключом. Ну, там 2.48, там все хорошо. Мы забираем unlock-код, то есть подпись, скармливаем его к телефону. Телефон, соответственно, проверяет эту подпись, убеждается, что там все хорошо, код действительно такой, который сгенерировал был только что. И если все хорошо, то разблокирует нужные нам команды. Здесь надо сказать, что механизм выглядит максимально железобетонным. То есть берем случайное число, на той стороне RSH-ный ключ длинный, подписываем, проверяем, все хорошо. Итого, модифицированный план. Покупаем unlock-код у этого сервиса, делаем fastboot unlock, точно так же извлечаем шифрованные данные, идентификатор флешки, загружаем патченный T и E для того, чтобы извлечь ключ, которым пользуется Keymaster. Ну, здесь уже чисто технически принципиальный. У нас заход уже есть. Ну, и расшифровываем данные. Ну, и, как бы, кажется, все, да, задача решена. Нет. В чем проблема? Как раз проблема в этом самом сервисе. Это какой-то не очень легальный сервис, который может уйти в офлайн в любой момент. А нам-то нужно, как бы, иметь решение, которое пользуется, ну, которым мы будем пользоваться, ну, более, как-то более надежно. Давайте смотреть поглубже. Например, подетальнее рассмотрим механизм работы этого протокола. Как именно генерируется случайное число? Мы там говорили, что оно 64-битное. В основе генерации челленджа лежит вот такое линейное преобразование, ну, назовем его степ. Это линейное преобразование порождает группу порядка 2 в 32 без единиц. Так, 2 в 32, да, но число у нас 64-битное. Все просто. Берется некоторый сид, зовется два раза степ, и наш челлендж формируется из последовательных выходов функции степ. Ну, соответственно, потом опять два раза степ, можем получить число. Таким образом, изначально мы говорили о том, что нужно нам быть достаточно удачливым, чтобы попасть в одну из 2 в 64-й вариантов, сейчас нам уже достаточно попасть в одну из 2 в 32-й вариантов. Так, уже неплохо. Но на самом деле смотрим дальше и понимаем еще два интересных свойства. Первое то, что сид генерируется при загрузке девайса, но и также при любом вызове команды rescuegetupdatetoken. Ну, неважно, просто есть команда, которая обновляет сид. Так, хорошо, запомним. И второе свойство – это то, что мы один раз позвали генерацию челленджа, он нам какой-то выдался, сгенерировался, и если мы еще раз позовем генерацию челленджа, то второй челлендж будет построен на базе первого. То есть в качестве сида будет использоваться первый челлендж. И так по цепочке. На самом деле эти два свойства немного компрометируют этот механизм. В чем дело? Значит, так как мы сказали, что линейное преобразование порождает группу, то это все можно представить в виде цикла. И на этом цикле каждая точечка – это челлендж, порожденный соответствующим сидом. Ну и выберем какой-нибудь сид, ну, например, единичку за нулевой. У него будет индекс 0. У сида, который получен применением, соответственно, преобразования степ к этому числу, будет индекс 1. Если два раза применили степ, получился индекс 2. Ну и так далее. До 2 в 32 без единицы. Предположим то, что, ну, собственно, так и было, мы работаем во времена, пока сервис еще работает. И, допустим, у нас есть возможность купить какие-нибудь n пар. Ну, где n – это не очень большое число. И давайте их попробуем расположить на цикле равномерно. Ну, то есть там расстояние между ними, соответственно, будет d. Это 2 в 32 без единицы, деленное на n. И, соответственно, мы эти сиды, для них мы вычислили соответствующие челленджи, да, и у сервиса купили их. Все, вот, значит, если мы попадаем в одну из этих, в один из этих сидов при загрузке, то мы сможем разлучить телефон. Хорошо. Что дальше? Предположим то, что у нас вот случился, случилась загрузка телефона, да, сид сгенерировался, и он попал куда-нибудь. Ну, например, между d и 2d. Учитывая то, что каждый последующий челлендж получается из предыдущего, нам достаточно просто добежать до ближайшего. То есть здесь мы оказываемся вот здесь, там, где сид индекс, и дальше просто бежим до индекса, там, где 2d. Но на самом деле это может занять достаточное время, потому что вот этот вот участок, он может быть довольно большим, да, и длительным может быть вычисление. Но тогда мы вспоминаем то, что на самом деле сид-то мы можем перегенерировать. И получается, что мы для себя определяем какой-нибудь интервал, который мы считаем, ну, допустимым для того, чтобы пробежать. Это может быть, ну, не знаю, там, пара минут, ну, единицы или десятки минут, например. Вот. А если, соответственно, мы попадаем в один из этих интервалов, то мы бежим до последней точки. Если же мы не попадаем в этот интервал, то мы просто можем переинициализировать по RNG, да, с новым сидом и ждать того момента, пока мы не попадем в нужный нам интервал. Здесь мы считаем то, что… Здесь про сид можно отдельно покопать, но мы считаем, что, допустим, сид генерирует случайно равно вероятно. Итого, алгоритм довольно простой. Инициализируется по RNG. Идем до… Смотрим, какой у полученного сида сейчас индекс, попадает он в наш интервал или нет. Если он, соответственно, попадает в интервал, то все хорошо. Бежим до нужного значения. Если не попадает, то переинициализируем до тех пор, пока в него не попадем. Здесь еще надо сказать то, что… Ну, последнее, что единственное, что надо сделать, это найти способ быстро вычислять индекс по челленджу. Ну, это тоже довольно просто сделать, потому что, получается, у нас 2 в 32 без единицы значений, да, это 2 в 32 двордов. То есть это за все про все предвычисленная таблица на 16 гигабайт. То есть это можно довольно быстро делать. Что с оценками по времени? Ну, допустим, вот мы купили 200… Даже не допустим, купили 200 ответов, да, которые равномерно распределены по циклу. Скорость, с которой можно… Скорость, с которой Fastboot обрабатывает наши запросы, ну, где-то в районе 140 запросов в секунду, что на самом деле довольно много. И выберем интервал в районе… Ну, 2 минуты. Пускай у нас интервал будет 2 минуты. Так как у нас второй процесс реинициализации, он случайный, то можем оценить, ну, там, среднее, да. В среднем получается, что при таком интервале и при таком числе купленных запросов, то у нас наш сид попадет в нужный нам интервал где-то, ну, через 1300 опробований. То есть, итого получается, что среднее время до анлока, да, это в районе, там, чуть больше 2 минут. Здесь можно, конечно, более аккуратно считать оценки по времени, да, но у нас сейчас не эта задача. У нас задача просто принципиально показать, как именно работает метод. Итого. Значит, мы поизучали, как именно устроена защита Huawei P9. Поняли то, что внутри Fastboot есть специальный механизм, который позволяет нам получить доступ ко всяким интересным командам. Нашли в нем баг. И таким образом мы имеем возможность прогружать патчинное трозоновское ядро для того, чтобы получать доступ к ключу, которым пользуется Keymaster. И таким образом расшифровывать RSS-ключ. Значит, ну, автору не удалось включить Secure Startup на этом устройстве. Будем считать, что пароль не требуется для расшифровки данных. Ну и что, если вот у нас есть 200 unlock-кодов, да, специально сформированных, то время, которое нужно для доступа к пользовательским данным, ну, менее трех минут. Хорошо. С Huawei все понятно. Давайте второй кейс. Насчет Samsung. Значит, это Samsung опять 2016 года на процесс Rexinus. С седьмым Android тоже. Ну, и опять вот он к нам пришел. Да, он залоченный. Пароль мы не знаем. Ну, здесь поинтереснее. Здесь режим Secure Startup все-таки работает. Напомню, режим Secure Startup, когда, значит, ключ шифрования юзердата привязан и к RSS-шному ключу, и к реальному паролю пользователя. Значит, как мы узнали, что Secure Startup включен? То, что если он выключен, то телефон прогружается, и там мы видим красивенькие обои. А если выключен, то там будет черный экран. Значит, как устроена схема защиты в Samsung? Опять, очень похоже на нашу изначальную схему. Здесь уже никакой константы, так как у нас Secure Startup, у нас здесь пароль пользователя. А вот как вычисляется ключ, которым пользуется Keymaster, довольно интересно. Здесь Keymaster отправляет запрос, ну, там, условно, в ядро Trazon. Он говорит, мне надо, там, зашифровать или расшифровать какие-то ценные данные. Ядро делает следующее. Оно берет идентификатор тростлета, который сделал запрос, и ключ, который лежит вот по адресу 0x10.07.400. Это 16 байт. Он все это берет, засовывает в KDF, формирует ключ, и на нем уже происходит зашифрование и расшифрование. Что здесь хорошо с криптографической точки зрения? То, что здесь есть изоляция тростлетов. То есть, если мы, например, скомпрометировали не Keymaster, а какой-нибудь другой тростлет и используем вот это вот API, то получается то, что расшифровать RSH-ный ключ, который сгенерировал Keymaster, мы уже не сможем, потому что ключ будет отличаться, потому что отличаются идентификаторы тростлета. В Huawei, кажется, такого не было. Но здесь есть другое свойство интересное. То, что если в Huawei нам нужно было как-то пообщаться с аппаратным шифратором, то есть что-то в динамике сделать, то здесь безопасность фактически основывается на пароле пользователя и на вот этих 16 байтах, которые лежат по вот этому фиксированному физическому адресу. Итого, нам нужно точно так же извлечь зашифрованные пользовательские данные, которые лежат на разделе визердата. Нужно сдампить ключ. После этого, так как у нас режим Secure Startup и схема шифрования хороша, то самое лучшее, что мы можем сделать, это вынести перебор куда-то на высокопроизводительный кластер. Окей. Вынесли перебор. Там пароль нашелся. Расшифровали данные. Здесь нужно сделать несколько допущений. В оригинальном исследовании для решения поставленной задачи использовалась цепочка из эксплойтов, где первая часть — это эксплойт для избута. Про него мы сегодня говорить не будем. Он позволял сделать, ну, позволял получить возможность выполнения своего кода в exception level 1, ну, то есть условно загружать патч на линуксовое ядро. И, соответственно, мы могли там и в этот момент сдампить юзердейту. Но для этого доклада мы тоже сделаем такое предположение, то что можно запускать патч на линуксовое ядро, потому что, например, мы можем теми же самыми аппаратными средствами получить доступ к EMMC, там сдампить ее, да, выпаять или через специальные пины на плате поговорить напрямую с EMMC, там же записать что-нибудь интересное в раздел FRP, сбросить эту защиту, и таким образом можно будет потом переинициализировать девайс, сбросить загрузчик и туда загружать кастомные ядра, чтобы что-то делать, чтобы атаковать уже непосредственно наш ключ. Поэтому считаем эти допущения, ну, в принципе, нормальными. Точно так же. Хорошо. Допустим, у нас есть возможность запускать патч на ядро, да, но ничего другого у нас, в общем-то, и нет. Давайте поизучаем код ядра. Вендоры, нормальные вендоры, обязаны публиковать его. И ищем здесь вызовы SMC, которые позволяют линуксовому ядру общаться с кодом, который работает в exception level 3 в мониторе. И находим очень интересный код. Это что-то типа тестирования отладки. И понимаем, что это с HAT256, их MAC с HAT256, с кодом 5 и 6, соответственно. На вход он принимает адрес, где должна лежать структура такого вида. Значит, входной адрес, адрес входного буфера, то, что мы хотим похешировать, размер того, что мы хотим похешировать, output adder, куда мы хотим записать результат, step, ну, там это init, update, final, key adder, key size, ну, если это HMAC. Хорошо, с линуксовым ядром все понятно, где лежит хендлер для всего этого. Оказывается, то, что обработчик этой ситуации лежит в модуле FMP. FMP это Flash Memory Protection, скорее всего. На других чипсетах он отвечает за работу с шифратором, с UFS-ным шифратором. То есть туда можно положить ключ, и с флешки мы будем уже писать и читать зашифрованные данные. И он расположен в бинаре CM. CM, видимо, крипто-менеджер. И после того, как мы переверсим его, поймем, что у него очень интересная функция для валидации вот этих адресов, input adder и output adder. Дело в том, что основная задача, видимо, при валидации была недопущение доступа к адресам меньше первого гигабайта, потому что там располагается основной код, который работает в мониторе. Но наши модули грузятся не меньше первого гигабайта. Они грузятся сильно выше, где-то в районе третьего гигабайта. И получается то, что... А так-то очевидно. То есть мы берем, формируем какой-нибудь шелкод, ну, например, как раз вот, который будет дампить нам дворд по указанному физическому адресу. Хорошо, разобьем его на дворды и дальше просто сбрутим, то есть найдем такой вход для СХА-256, чтобы он совпал с, например, первым двордом шелкода. Потом найдем еще один, который совпадет со вторым двордом шелкода, с третьим и так далее. Здесь надо именно дворды использовать, потому что там есть alignment. То есть если мы попробуем записать не в нулевой и не в четвертый, а там какой-нибудь первый, то просто упадем. После этого мы используем выход из СХА-256 для того, чтобы свой шелкод заинжектить куда-нибудь в модуль, да, внутрь CM. Все адреса фиксированы, никакого MMU, все хорошо. Сдампим ключ, ну, и как бы все. Атака очевидна, да? Нет. Дело в том, что мы пробуем все это провернуть и понимаем то, что когда мы зовем апдейт или финал, то у нас телефон просто виснет. Ничего не происходит, просто виснет. Разбираемся, в чем дело, и понимаем то, что как раз в функции валидации идет обращение к регистру памяти, к регистру физической памяти, вот 10.81.01.10. И как раз при обращении к нему все, просто зависаем, ничего не происходит. Ну, то есть, да, как бы вот именно эти функции, апдейт и финал, они, ну, просто не работоспособны на этом устройстве. Ну, и потом уже, когда поисследовали код для соседних чипсетов, где, кстати, этот подход хорошо работает, скорее всего, самое разумное предположить то, что этот код просто был слепо скопирован с другого чипсета и все, и никогда не проверялся. Ну, хорошо, это, конечно, печально, но мы не сдаемся. Еще раз собираем все, что у нас есть. В предыдущей атаке мы могли бы получить на самом деле прям код экзек в exception level 3, да, все отлично, но, строго говоря, для решения нашей задачи нам-то код экзек не нужен. Нам нужно достать 16 байт, 128 бит. Нет. Строго говоря, memory leak нам было бы, вообще говоря, достаточно. То есть 128 бит не так уж и много. То есть даже если мы там по одному биту за раз забираем, ну, 128 раз провести эксперимент, ну, нормально. Это не сотни, тысячи и не миллионы бит. Еще важное наблюдение, то, что хмак с х256 init работает. Как это устроено? На вход хмака подается ключ. Если ключ маленький, то он прямо в таком виде и используется. Но если ключ большой, то хмак сначала его сжимает, то есть хэширует, и уже хэш от этого ключа потом использует. Ну и запомним это. И оно работает, никакой валидации нет. И последнее, то, что никакой рандомизации адресов нет. У нас все довольно статично. И возникает идея, что если мы используем какую-нибудь из внутренних структур в качестве входа как раз для хмака с х256. Давайте сначала посмотрим, что там внутри происходит. Значит, когда мы зовем хмак с х256 init, ну, например, от ключа из одного байта, вот, EE, формируется в памяти по фиксированному адресу контекст, где мы видим, значит, два хэша. Один хэш от ключа паксоренного с 5C, 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 это константа хмака. Второй хэш от ключа паксоренного с 36, 36, 36. Здесь надо сказать то, что это хэши неполноценные, а без последнего этапа. Ну, так обычно делают в библиотеках для того, чтобы, когда не знают, это все последнее сообщение, которое будет хэшироваться или нет. Ну, просто регистры не складывают и все. И вот голубеньким выделено это вход. То есть это ключ паксорен из 5C, 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 5C. Размера 0x40. Хорошо, разобрались. Давай теперь попробуем сделать кое-что интересное. Значит, мы в Linux-овом ядре, да. Есть какая-то физическая память, адрес физической памяти. Ставим туда значение нашего ключа, как раз EE. Выделяем еще один участок физической памяти из Linux-ов ядра. Он доступен, валидный, все хорошо. И заполняем структуру, про которую мы говорили раньше. Input other, input size, output other. Нам вообще не нужны, мы им даже пользоваться не будем. Step у нас должен быть 0, да. KeyAdder указывает на наш адрес с нашим байтом, да. И размер ключа единичка. Значит, прогоняем его через хмак и нит. Получаем как раз структуру контекста, которую мы рассмотрели. И теперь, значит, все хорошо. И теперь обращаем внимание на выделенный буфер. Мы знаем то, что этот буфер посчитан, и он зависит изначально от ключа, который у нас под вопросом, да, который мы хотим прочитать. Хорошо. Используем его в качестве keyAdress. Значит, там адрес, который у нас указан, размер 1b. Похэшировали, контекст поменялся. И теперь делаем ту же самую штуку. Замечаем выделенный буфер, да, e5-92. И теперь его используем в качестве ключа. Еще раз хэшируем. И теперь в контексте получается очень интересная ситуация. На самом деле, какие значения хэшей конкретно нас уже не интересуют. Мы смотрим только на вот этот буфер ключа по аксорену вас 5c. Значит, если мы берем в качестве адреса для, входного адреса для Ахмака с х256, мы указываем вот тот адрес, который начинается на 58. Input adder все равно какой. Input size все равно какой. Output adder у нас здесь получился 40. Все равно какой. Дальше идут нули, как раз то, что нам надо. Потом идет keyadr 61b6 и так далее. И keysize 0.1be и так далее. То есть это вполне себе валидная структура, которую хмакс х256-нит воспримет. И что получается? Что если мы используем этот адрес в качестве входной структуры для хмакс х256? Получается, что код внутри CM интерпретирует ее как корректную структуру и пойдет считать хэш от вот такого региона 61b6ceb9 и длиной 1be8ec7. Это вполне себе валидный регион физической памяти, потому что физическая память у нас начинается с первого гигабайта. И обращаем внимание на то, что размер этих данных довольно большой. То есть это там десятки мегабайт. И значит считаться он будет долго. А если считаться он будет долго, то это значит то, что мы как раз можем это измерять. То есть это классический memory leak с помощью атаки по времени. План 2. Что делаем? Берем все байты от 0 до 255. Значит, и составляем пару параметры. Это оффсет и размер вот этого внутреннего буфера, который мы будем использовать. И полученное время. То есть мы проводим эксперимент на известном байте с какими-то параметрами. Замеряем время, запоминаем его. Потом берем байт с единичкой. Опять определяем какие-то параметры, запоминаем время и так далее. Для всех 256 значений. И дальше у нас простая проверка гипотезы. Предположим, что в интересующем нас адресе лежит байт 0. Если мы проводим эксперимент с этими значениями параметров. Если мы правы, то время будет практически такое же, как нам надо. Если мы не правы, то телефон упадет, зависнет или время получим какое-то непонятное. Здесь есть простор для всяких оптимизаций, аккуратных вычислений и всего остального. Это мы пока оставим за рамками. На слайде приведен пример такой таблицы, ну части такой таблицы. Ну, например, для нулевого байта с параметрами 0x10, 0xd эксперимент идет в районе 5 секунд. Для единички с параметрами 0, 0x12, 0x16 секунд. Ну и так далее. Соответственно, для всего этого посчитали. Итого алгоритм выглядит довольно просто. Мы опробуем все 256 значений. Полагаем, что внутри интересующего нас байта лежит 0. Забираем значения параметров и эталонное время из таблицы. Проводим эксперимент с данными параметрами. Смотрим время. Если разница эталонного времени и времени эксперимента укладывается в какой-то наш порог, то все, отлично, байт нашли. Если нет, то идем просто за следующим значением. Здесь надо сказать то, что при реальном использовании мы даже не останавливались на моменте, когда нашли первый байт, потому что это не так важно. То есть условно мы… нам самое страшное, что может произойти, это если мы пропустим какой-то валидный байт. А если мы возьмем какое-то ложноположительное срабатывание, то ничего страшного в этом нету, потому что мы потом все равно будем применять его для расшифровки RSH-ного ключа. Там вообще, по-моему, используется алгоритм шифрования с контролем целостности, но даже если бы его не было, то верифицировать, что вот то, что мы расшифровали, это RSH-ный ключ, все равно можно. Ну и здесь тоже оставим за рамками ошибки первого-второго рода. Нам самое главное это показать, что метод работает. Что с оценками по времени? Значит, 128 бит, дамперс в районе 24 часов. Довольно много. Здесь надо сказать то, что да, иногда, возможно, это связано с тем, что автор не так быстро реагировал на то, что телефон завис. Здесь можно придумать что-нибудь типа, не знаю, какого-нибудь специального робота, который будет ребутать девайс, если девайс не отвечает в течение какого-то времени. Ну и да, то, что, еще раз повторю, то, что даже если мы получили какие-то ложноположительные срабатывания, хотя на самом деле их не было в эксперименте, то потом мы расшифровываем RSH-ный ключ и проводим проверку. Поэтому это не так страшно. Гораздо хуже, если мы пропускаем валидное значение. Итого, значит, в модуле крипто-менеджера нашелся баг, который позволяет нам осуществлять memory leak и таким образом расшифровывать RSH-ный ключ, которым пользуется Keymaster. Так как нам нужен пароль, схема хороша и стартап включен. Так как нам нужен пароль, то нам придется проводить перебор пароля, но при этом, так как мы знаем RSH-ный ключ, то мы отвязали перебор от текущего устройства и можем производить его на каком-нибудь высокопроизводительном пластере. Ну и так как метод извлечения довольно медленный, то эту атаку имеет смысл проводить, когда на телефоне установлен сложный пароль. То есть, условно, мы там поперебирали какой-нибудь четырехзначный пин, так как у нас доступ в линуксовое ядро все-таки есть. Поперебирали, поняли то, что там нет, и пароль действительно сложный, и тогда уже проводим атаку и отправляем на кластер. Ну и в заключении несколько слов. Исправлены ли эти уязвимости? Ответ да. В последующих версиях железа вендоры эти уязвимости буквально убрали. Тем не менее, так как рассмотренные устройства не обновляются, то, строго говоря, они остаются уязвимыми. Второй момент. Есть ли другие способы расшифровки, ну и получения доступа к данным на этих устройствах? Да. Устройства довольно старые, и там было довольно большое число исследований на эту тему. Тем не менее, рассмотренные в докладе уязвимости представляются довольно любопытными и интересными автору. Ну и, надеюсь, слушателям тоже понравились. Все. Спасибо за внимание. Есть ли какие-то вопросы? Да, большое спасибо. Мы поговорили про уязвимости в указанных платформах, однако хотелось бы задать еще вопрос, что у нас с Apple девайсами. С Apple девайсами? Да. Ну, как вам сказать? Про Checkmate плюс Blackbird слышали? Да. Ну, там все хорошо с точки зрения атакующего. То есть на устройствах, на которых работает и Checkmate, и Blackbird, то есть возможность перебора пароля. Более того, уже есть коммерческие решения, которые эту задачу решают. Окей, хорошо, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Я так понимаю, во втором случае вы переобирали ключи в 128 бит ключа? Еще раз. Когда подбирали 128 бит ключа, вы сайд-ченел делали для всех бит? Да, конечно. Не считали, может быть, там, не знаю, 70 бит перебрать, а остальные уже быстрее. Да, да, можно. Справедливо, да. Да, можно. Спасибо. Еще что-то кто-то хочет спросить? Вопросов нет. Георгий, большое спасибо за доклад. Спасибо. Спасибо.